Душоновские маневры 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 артиллерии. Размах и масштаб артиллерийских баталий и последствий пушечных выстрелов Реконструкты, естественно, описали рассказом, но грохот от пальбы был реально оглушителен Прежде всего нас заинтересовал именно 1812 год, форма красивая и действительно это последняя благородная такая война И достаточно интересно было, всем мальчишкам нравится что-нибудь побахать, повзрывать, что-нибудь там пострелять Ну а зачем мелочиться с ружьями, если мы сразу из пушки Да, в общем-то это и было основное мероприятие, которое нас подвигло Интересно послушать не просто рассказы о событиях эпохи 1812 года, которые наиболее подробно описаны классиком русской литературы Львом Толстым, но и познакомиться с историческими знаниями самих реконструкторов У нас были очень хорошие полководцы, очень хорошие солдаты Наполеон не ожидал, что он свяжется с Кутузовым Кутузов накануне разбил армию турок под Селистрией, причем очень хитро Он имитировал отступление, дождался, когда турки переправятся через реку А сам захватил их обозы на другой стороне реки и стал вести переговоры Наполеон, похоже, тогда не интересовался войными событиями У него в голове были мысли о мировом господстве Но мысли и поступки Наполеона, как и тех, кто впоследствии с такими мыслями и желаниями пытался захватить нашу Россию Развеялись на просторах необъятной родины Пехота, артиллерия, кавалерия, все силы были брошены на спасение России от нападок врага Отходили, но не сдавались Тактика ведения войны – особый талант И имена полководцев, гусар, солдат Тех лет вписаны в страницы мировой истории, как пример доблести, отваги и ума Присутствующим школьникам такой урок явно пришелся по душе Для начала ребят ознакомили с эпохой через элементы костюма Рассказ о жизни солдата, о быте и о традициях того времени Дал возможность понять сторону военного уклада эпохи Показали, как заряжать ружье, как действовали на поле пушкари Возможность пальнуть из пушки, естественно, не дром Ребятам очень понравилось Ну и, конечно, ярким завершением мастер-класса урока живой истории стало конное выступление МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Культкурьер по традиции расскажет о том, что мир и 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 о том, о том, о том, что мир и о том, о том, что мир и о том, что мир и о том. о событиях культурной жизни района. Народный художник России, живописец, график, монументалист, профессор кафедры искусства, графики, художественной академии имени Строганова Герман Черемушкин – человек с особым взглядом, взирающим на события прошлых лет и уже эпохи. Выставка его работ в Щелковской художественной галерее накануне праздника Победы открыта не случайно. Герман Черемушкин в своих работах отразил в числе прочих тему Великой Отечественной войны и победы над фашизмом. Это главный наш праздник, когда мы празднуем тот День Победы, который был так далек от нас, так силен, так ужас. Мы вынесли столько, что это невозможно. Я дитё этого. Просто страшно. Война, которая поглотила 20 миллионов человек. Это просто ужас какой-то. Это страшно. Вот, например, работа Черемушкина, посвященная прогону немецких военнопленных, состоявшемуся 17 июля 1944 года, известному под названием «Большой вальс». Эту картину Герман Вячеславович также пояснил. Слева – это вдовы, справа – гнезда с нерожденными детьми, а в центре идут немцы, изображенные скелетами. Так, по сути, они уже трупы. После этого едут поливальные машины, смывая всю черноту, всю эту чуждую грязь, обрушившуюся на нашу страну. Страшно и больно, но всё же, несмотря на ужасы, мы победили. И то, что произошло после войны, также отражено в картинах автора. Восстанавливать мир, пожалуй, не легче, но, очевидно, приятнее. Более 40 лет сам Герман Черёмушкин работал в печатных изданиях. Сотни его иллюстраций публиковались в журналах и на страницах газет. Был в командировках на БАМе, в Якутии и других удаленных уголках нашей Родины. Монументалист, так называет он сам себя, подтверждает своими работами. И пусть не в прямом смысле большими по размерам, а по смыслу монументальными. Вот, например, рельеф Тримузы над входом Дома культуры в городе Тобольске. Много тем посвящено Якутии, Чукчам. Картина из командировок в Венесуэлу, Боливию, Перу. На открытии по традиции художник рассказал как о себе, так и о своих работах, поделившись с гостями и премудростями профессии художника. Пробиваю, пробиваю, но с покраской. Тот фон, который там. Пробиваю, пробиваю и оставляю. Ну, ват он там высыхает, но когда он высыхает, он просто раз, без следа. Оттепивается от мозаика. А все камушки, все-все-все, рельеф. Здорово, здорово. Человек-художник, рассказчик с удивительным взглядом на события, эпохи. Его выставка, несомненно, заслуживает внимания, особенно в эти дни, когда фраза «Помним, гордимся» актуальна, как никогда. Отчетным концертом окончания учебного года по традиции отметила студия «Артист» под руководством певца и композитора Виталия Володина. В студии Виталия Володина «Артист» совместно с лучшими творческими коллективами города подготовили для вас шоу «Дети-бриллианты». Настоящее вокально-танцевальное шоу с элементами акробатики, ярким клиповым оформлением и очень интересными номерами смотрелись современно и необычно. «Артист» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 35 лет на культурной Ниве. Юбилей, пусть скромный, но для жителей Медвежьих озер крайне важный, отметил коллектив Дома культуры. История его началась с открытия здания клуба «Красный луч». С тех пор многое поменялось, но одно осталось неизменным. Взрослые дети по-прежнему с удовольствием участвуют в самодеятельности. Активно работают кружки и секции. Проходят концертные выступления и занятия по различным творческим направлениям. Стараниями главы поселения Владимира Канахина и сплоченного коллектива во главе с директором Валентиной Штылевой Дом культуры Медвежьих озер преобразился и получил новую жизнь в отремонтированном здании. Каждое мероприятие, проходящее здесь, это необыкновенный симбиоз концерта, спектакля, выставки и анимационные программы. С каждым днем растет не только профессионализм руководителей, но и развивается талант юных дарований. Каждый, кто приходит сюда, получает прекрасные эмоции, творческие навыки. Своих учеников руководители вкладывают душу, будь то пение, танцы или рисование. Мы поздравляем коллектив Медвежьи озерского дома культуры и желаем сотрудникам всего самого замечательного и, конечно, успехов в таком важном и нужном труде. Недаром помнит вся Россия про День Бородина. История в стихах или как создавалось произведение, посвященное войне 1812 года. Расскажем в Культпросвете. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят, еще какие. Недаром помнит вся Россия про День Бородина. Это знаменитое стихотворение, кажется, знает каждый школьник, а вот история его создания очень интересна. События главного сражения с войском Наполеона, которое состоялось под Москвой, остались в народной памяти, на полотнах художников, на страницах романов, в стихотворных строках. Стихотворение, считающееся лучшим, так и называется. Бородино. Кто написал этот поэтический гимн русского патриотизма, стало известно в дни празднования 25-летия Бородинского сражения в 1837 году. Он прожил недолго, но яркую и творчески насыщенную жизнь. Количество сделанного и масштаб дарования потрясают. Его имя в числе величайших гениев, писавших на русском языке и в поэзии, и в прозе. Им написаны тексты, волнующие нас, живущих два века спустя. Михаил Юрьевич Лермонтов родился 15 октября 1814 года в Москве. Младшим современником наполеоновское нашествие был великий предшественник Лермонтова Пушкин, который по молодости лет не смог принять участие в войне, но был тесно знаком со многими героями Отечественной войны. Из среды появились декабристы, чьи мысли во многом разделялись Пушкиным. Герои «Грозы» 12-го года окружали и Лермонтова. Поколение победителей Наполеона активно участвовало в жизни российского общества. Многих он лично знал. С детства слушал рассказы ветеранов войны, крестьян. Именно здесь берет начало история создания стихотворения «Бородино». Ведь его двоюродный дед Афанасий Алексеевич Столыпин участвовал в Бородинском сражении. С самого начала наполеоновской кампании Афанасий Столыпин был офицером-артиллеристом. Он был ранен в 1807 году в Пруссии. Во время битвы на Бородинском поле сражался на одном из самых горячих участков у Шевардинского редута. Отмечен самим Кутузовым и награжден золотым оружием, шпагой с надписью «За храбрость». Штабс-капитан Афанасий Столыпин участвовал в заграничном походе русской армии в 1814 году и до самой отставки по ранению пользовался уважением среди сослуживцев. Михаил Юрьевич был младше него на 26 лет, и между ними сложились дружеские и родственные отношения. Поэтому, когда он стал тем, кто сочинил стихотворение Бородино, кто написал в начале его обращения «Скажи-ка, дядя», многим стало понятно, где он слышал рассказы о тех грозных днях, кто прототип главного героя-рассказчика и к кому обращается автор. Представляем афишу культурных мероприятий на ближайшее время. 20 мая в Историко-Краеведческом музее пройдет Ночь музеев. Программа начнется в 10.30. Детская программа о природе в экспозиции музея. Приняв участие в программе, юные посетители музея узнают о растениях и животных Подмосковья, соберут пазлы с изображением животных, станут участниками интерактивной викторины о деревьях, кустарниках, растущих в Подмосковье, сделают сувенир на память своими руками. На программу приглашаются дети 6-7 лет. Продолжительность программы – полтора часа, предварительная запись обязательно. Стоимость – 80 рублей. В 12 часов начнется экскурсия на улице по маршруту, музей, площадь Ленина и прилегающие улицы, старый мост, набережная Серафима Саровского, аллея памяти, Троицкий собор. На экскурсию приглашаются взрослые и дети от 10 лет. Продолжительность – полтора часа. Экскурсия бесплатная. В 14.30 начнется городской квест. Приглашаются взрослые и дети от 10 лет в сопровождении взрослых. Продолжительность – полтора часа. Предварительная запись обязательно. Стоимость участия в квесте – 60 рублей. В 15.00 стартует экскурсия по музею для взрослых и детей. Продолжительность – один час. Экскурсия бесплатна. В 17.00 экскурсия на улице по маршруту, музей, площадь Ленина и прилегающие улицы, Парковая, монумент, слава героям, памятник Пушкину, городской парк. На экскурсию приглашаются взрослые и дети от 10 лет. Продолжительность – полтора часа. Эта экскурсия также проводится бесплатно. С 18.00 до 20.00 – перерыв в работе музея. С 20.00 до 22.00 – посещение музея в свободном режиме. 22.00 – театральное представление «Бурный XX век» на площадке перед музеем. Во время театрального представления музей для посещения будет закрыт. С 23.00 до 24.00 – свободное посещение музея. После 23.00 – дети до 14.00 – музей допускаются только в сопровождении взрослых. Все мероприятия пройдут в городе Щелково по адресу улица Советская, дом 54. Подробности этой акции вы можете узнать на сайте Щелковского историко-краеведческого музея. 21.00 – в усадьбе Гребнево пройдет туристический маршрут, рожденный Гребневской землей. Это 8-й Кашинский фестиваль, посвященный дням славянской культуры и письменности. Также 21.00 в 16.00 в Щелковском районном культурном комплексе пройдет гала-концерт конкурсов «Серебряный голос» и «Щелковский перепляс». 4.00 в 19.00 в Щелковском районном культурном комплексе состоится концерт «Валерия Леонтьева». Приглашаем вас провести вечер в компании народного артиста России, новых композиций и нетленных хитов. Цены уточняйте на сайте ЩРКК. На сегодня это все. С вами была Лилия Тимиева. И как всегда я желаю вам культурных выходных и будней. Редактор субтитров А.Семкин